Всем привет, с вами Орбикс, а в этом видео я расскажу вам про лайфхаки в разработке игр на Roblox Studio. Если вы разработчик, то вы просто обязаны знать эти лайфхаки, ведь они вам очень сильно помогут. Смотрите это видео до конца, ставьте лайк и мы начинаем. Приятного просмотра. Первый лайфхак это невидимые стены. Например, вы хотите сделать границу для вашей игры. И многие начинающие создатели просто ставят стеклянные блоки, но есть и варианты намного лучше. Расставляем стены, ещё везде ставим анкер, чтобы ничего не падало. Мы сделали границу для нашей игры, а теперь мы зажатым шифтом выделяем каждую стену и в их настройках ставим Transparency, то есть прозрачность на 1. Теперь наши стены прозрачны, но игрок не может выйти за границы карты. Следующий лайфхак связан с освещением. Допустим, вы создали лампочку, но свет от неё не доходит до пола. Чтобы это исправить, мы просто должны добавить Point Light, который отвечает за свет не в саму лампу, а в другой блок. То есть добавляем обычный парт, делаем его квадратным, потом нажимаем на плюсик и добавляем Point Light. Далее делаем блок невидимым, так же как мы и создавали границы для нашей игры. Ну и под конец перемещаем блок с нашим освещением, но переставляем его не в саму лампу, а чуть ниже. Как видите, наша лампа светит и всё выглядит хорошо. Третий лайфхак это ступени. Например, вы построили лестницу, но игроки постоянно спотыкаются об ступеньки. Чтобы это исправить, вы должны просто добавить обычный парт, то есть блок, потом сделать его невидимым и далее повернуть блок вот под таким углом. То бишь наложить парт на ступеньки. И теперь наш игрок будет ходить не по ступенькам, а по невидимому блоку и не будет спотыкаться. Вот такой лайфхак. А, ну да, не забывайте ставить анкор, чтобы ничего не падало, а стояло на своих местах. Следующий лайфхак такой. Например, вы хотите сделать врата. Вы добавляете два цилиндра и один блок, и у вас получается две колонны и врата. Вы накладываете на все три объекта материал, пусть будет кирпич. Но как можно заметить, у ворот кирпичи лежат горизонтально, а у колонн вертикально. Чтобы положить все кирпичи в горизонтальное положение, нужно добавить обычный парт. Поместите его внутрь колонны, а потом на верхней панели зайти в раздел Model. С зажатым шифтом выделяем колонну и блок, который мы только что добавили, и сверху нажимаем на Union. Под конец устанавливаем цвет и материал. Как видите, сейчас кирпичи на стене и на цилиндре лежат одинаково, то есть горизонтально. Это полезный лайфхак, который 100% поможет вам, если вы билдер. Следующий лайфхак поможет вам сделать лестницу. Давайте представим, что мы делаем игру, где нужно выживать в джунглях. Вы хотите дать игрокам возможность карабкаться по лианам, но если вы просто сделаете модель лиан, то игроки не смогут лазить по ним. Чтобы это исправить, мы должны кликнуть правой кнопкой мыши и добавить Trust Part. Он выглядит как каркас куба. Инструментом Scale мы можем увеличивать и растягивать блок. Ставим наш Trust Part туда, где мы хотим сделать лианы, и давайте протестируем игру. Идём, залезаем, и да, на наших лианах можно карабкаться. Следующий лайфхак такой. Вы строите карту, но когда вы начинаете играть в свою игру, то оказывается, что карта очень большая. То есть ваша карта огромная или маленькая по сравнению с игроком. Чтобы не допускать такой ошибки и делать игру нормального размера, вы просто должны ориентироваться на игрока. На верхней панели переходим в раздел Model и в Rig Builder добавляем любого манекена. Теперь вы сможете ориентироваться на размер игрока и сделаете карту нормального размера. Ну и последний лайфхак поможет самым новичкам. Например, вы хотите растянуть или повернуть объект, но он это делает очень резко. Чтобы поворачивать или увеличивать объекты плавно, нужно перейти в раздел Model на верхней панели, здесь убрать все две галочки. Теперь наши вещи поворачиваются и увеличиваются максимально плавно. Но также можно вернуть галочки и изменить настройки параметров, чтобы объекты увеличивались или поворачивались настолько резко, насколько вы хотите. Ну и на этом всё. Если вам понравился этот видеоролик, то обязательно поставьте лайк, но также советую посмотреть мои прошлые или новые видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока!